Ну, смотрите, при всем своем стремлении к конформизму и вежливости, я когда слушаю вот, что сказал наш глава переговорной делегации Мединский, у меня вспоминается только одно из моего культурного и исторического наследия. Это фраза из моего детства «Обмануль дурака на четыре кулака». Ничего вежливее в голову мне не приходит. Заметьте, я при этом не сказал ни одного матерного слова, правда? Ну, держались в рамках Евгения Яныча. Держался в рамках, как мог. Хотя, строго говоря, все остальное могло бы быть исключительно и только обсценной лексикой. Но мы же не можем бесконечно обсуждать такого рода вещи. Тем более, еще раз повторяю, всегда сохраняется некоторая вероятность, что это какой-то совершенно гениальный ход, который я, старый дурак, понять не могу, потому что мне вся информация неизвестна. А на самом деле там есть какое-то второе, третье или двадцать второе дно. Хотя я совершенно согласен, что имиджевый урон от всего, что было сегодня сказано, колоссален. Он стоит гораздо дороже, чем все деньги вот сейчас радостного, улыбающегося мне с экрана смартфона Абрамовича, который в кадре тут вместе и с Чавутаглу, и с Эрдаганом, и еще с кем-то. Это затылок, кого я, ну, никак не могу опознать. Может, это даже и Арахамия, только по возрасту, все-таки, скорее всего, кто-то из турецких товарищей. А, собственно, какие интересы Турция защищает на Украине? Потому что Турция уже в качестве одного из гарантов своей безопасности будущей выкатил Зеленский в качестве идеи. То есть мы опять возвращаемся, ну, в некоторый там 17-й век, когда пол Турции, половина Украины была Турция, половина Украины была Польша, и какой-то огрызок был у России. Ну, Турция строит с Украиной многоплановое сотрудничество. Давайте немножко по этим планам пройдемся. Во-первых, Украина – это значимый торгово-экономический партнер для Турции, и наоборот. Достаточно отметить, что когда этот конфликт начался, в Турции начались немедленно перебои с поставками пшеницы, подсолнечного масла. Вот просто пойдя в турецкий магазин, в любой ближайший, можно, судя с изумлением, увидеть, что литр подсолнечного масла стоит 70 турецких лет, что в переводе на отечественные деньги нынче составляет порядка 500 рублей. Вот, допустим, хороший пример того, как повлиял нынешний конфликт на турецко-украинские отношения. Это если говорить по торгово-экономическим связям. Украина – это огромный строительно-подрядный рынок для Турции. Турция строит дороги, аэропорты, значимые объекты украинской инфраструктуры. Турция является активным инвестором в украинскую экономику. Во всяком случае, те приватизационные планы, которые озвучивал президент Зеленский, сложно найти проекты, где бы не участвовали турецкие компании. Далее. Турция подписала буквально только-только соглашение о стратегическом сотрудничестве с Украиной в сфере оборонно-промышленного комплекса, авиации и космоса. И рассчитывает от Украины получить не только оборудование, не только, к примеру, авиадвигатели для своих барактаров, но и технологии производства самолетов и ракет, понятное дело, оставшиеся со времен Советского Союза. Плюс к тому, Турция привлекает активно украинских туристов. В прошлом году, даже несмотря на коронавирусный период, приехало 2 миллиона человек. 2 миллиона человек умножаем условно на 1000 долларов стоимость тура. Получаем, что это где-то 2 миллиарда долларов. Это стоимость тех путевых, которые оплачивают украинцы, чтобы побывать в Турции. Что совсем неплохо на фоне того, что в прошлом году посетило 27 миллионов человек. Ну, процентов 10 Украина турецкому туризму делает. Ну и, наконец, гуманитарный аспект. Не будем сбрасываться с счетов между Турцией и Украиной. Существует интенсивный обмен молодежными программами. Даже синхронизируют, как я понимаю, они собирались до войны, не знаю, что сейчас будут синхронизировать, учебники для детей, школьников и студентов, чтобы они были выдержаны в общем духе. По истории, что ли? В том числе по истории, да. Интересно. Да, это крайне интересная штука. Турецкие культурные центры активно работают на территории Украины. Плюс есть такая структура, как Крымская платформа, так называемая, которая ратует за освобождение Крыма от российской оккупации. И Турция там является активной участницей. То есть, вот это весь ворох турецких инвестиций буквально за последние годы, в особенности за последние месяцы. Безусловно, вишенкой на этом торте лежит соглашение о свободной торговле с Украиной. Так что такие турции есть интересы свои защищать на Украине. И есть о чем говорить с Россией, как бы это все не потерять в результате российской спецоперации. Но, надежда, это было мало. Вот буквально еще сегодня говорили о том, что Харьков уже выпадет из турецкой сферы интересов и влияния. Получается, что с заявлением российской делегации получается, что, может быть, все выйдет еще и не так. Хотя, я здесь не могу с вами не согласиться. Вполне возможно, что с российской стороны прозвучит некое такое корректировающее, дивизуирующее воздействие. Вот поэтому не будем торопиться с выводами. Очень даже возможно, что что-то будет подправлено в этой консерватории. Да посмотрим. Если, конечно, вспоминать Жванецкого, то в этой консерватории похоже... Да сносительно от здания консерватории похоже, потому что подправлять тут уже неким. Чего толку-то подправлять, когда подправлял и такие, как есть. Вы же знаете, старинная поговорка о том, что у России две проблемы – дураки и дороги, да? Перешла в наши времена в ту, что главная проблема та, что одной проблемой занимается другая. Дороги-то строят исключительно дураки. И вот это действительно проблема. Ну, увидим, как оно будет. Ну, дезавуировать эти заявления или как-то скорректировать у российской стороны определенное время есть. Хотя, конечно, сейчас мы переживаем эффекты разорвавшейся бомбы. Но можно подать идею российской стороне, к примеру, сказать, что это такая сейчас спецоперация информационной войны, которая призвана продемонстрировать ложную слабость своему противнику, чтобы сконцентрироваться усиленно на каком-то новом направлении. Ну, в общем, какую-то идею, я надеюсь, мы сейчас подаем российскому руководству. Нет, бесполезно. Российское руководство умнее нас. В разы оно само знает, какие идеи ему изобретать. Это видно, как оно их изобретает. Поэтому подавать идеи, видимо, совершенно бесполезно. Давайте не тешить себя этими надеждами. А с другой стороны, а и зачем? Ну, что подавать идеи? Ну, мы же с вами не официальные лица, да, у которых есть какой-то шанс на что-нибудь влиять. Мы так, частные лица, которые волею случая комментируют происходящее. Тут подавать надо не идеи. Тут, похоже, действительно очень сильно трясти надо эту нашу грушу с тем, чтобы хоть какие-то плоды с нее падали, помимо тех дичков, которые наблюдаются. А как у вас там перспективы с туризмом в Турции в этом году? Вань, там же туристический сезон, 22-й год. Вот вы говорили о туризме с Украины. А какой в этом году будет туризм с Украины, когда, по-моему, большая часть людей, у которых есть деньги, с Украины сделала ноги куда угодно? При этом, ну, я так понимаю, что далеко не только в Турцию, скорее, все-таки в Европу. И будет ли у них время для туристического сезона? А второе, российский туристический сезон, он вообще будет с учетом всего того, что, опять же, происходит и в нашей экономике, и в нашем политическом фоне. Потому что я себе не очень представляю ситуацию, при которой, ну, представьте себе, миллион там или два миллиона туристов с России встретятся на турецких курортах с адекватным количеством туристов с Украины. То есть я подозреваю, ну, исходя из моего личного опыта нашего человеческого общежития, что такого мордобоя ни Турция как страна, ни турецкие отели не видели испокон веку. Ну, и уж точно со времен падения Константинополя. Так что вот по туризму какие перспективы? Ну, если рассматривать общий ход вещей логически, непрерывно и в отрыве от услышанного нами сегодня из Стамбула, то по всему получалось, что украинский туризм у Турции выпадает, Турция теряет 2 миллиона посетителей. Это раз. С учетом того, что российские авиакомпании не могут поднять ни одного лизингового борта, чартера, не чартера какого угодно, и направить его в Турцию, стало понятно, становится понятно, что вывозного туризма из России в Турцию тоже случиться не может. А, кстати говоря, будут арестовывать и в Турции борта? Во всяком случае, нет. Турция санкции против России не вводила, и ничего такого она не обещает российским самолетам. Но, видите, Россия отменила свои перелеты. Там же есть не только нюансы с арестами, но там же еще есть нюансы, допустим, со строковкой этих самолетов, там с процедурами, связанными с этими самолетами. Там не все так просто, поэтому российские самолеты, чартеры, вообще-то говоря, никуда не летают, включая даже самые дружественные России страны. На сегодняшний момент, повторю, вывозить российских туристов в Турцию просто нечем. Только морем, дорогой, только морем, а там мины плавают украинские. На поезде, да, на поезде или на самолете до Сочи, от Сочи паромом до Стамбука и до Трабзона, в сопровождении каких-то противоминных кораблей, потому что нам еще по дороге разминироваться чуть-чуть. И дальше какими-то автобусами уже разъезжаться по территории страны, потому что в Турции не развитое железнодорожное сообщение. Логистика чудесная. Это все ставит под большой вопрос. Туристический сузон в Турции. Совершенно непонятно вообще, как даже людей, желающих туда доставить. Не говоря уже о том, что в нынешних обстоятельствах, как вы правильно заметили, любая пятизвездочная гостиница станет ареной фееричного мордобоя. Это шведские столы будут напоминать салуны Дикого Запада. Останется только, знаете, тапера, представя себе, играющего на фортепиано с цигаркой во рту и в колбасской шляпе. Будет для полноты картины. Это все так будет выглядеть. Причем мордобой будет не только между россиянами и украинцами, а также между россиянами и немцами, что будет меньше мордобой. Или между россиянами и англичанами. Это будет всеобщий мордобой стенка на стенку. И с этим тоже непонятно. По всему выходит, что, вообще-то говоря, если вспомнить извилистую траекторию турецкого туризма за последние годы, мы что увидим? 2015-2016 год. Это, вообще-то говоря, самолетный кризис между Россией и Турцией. Туры не продаются. 2016 год. Попытка военного переворота в Турции. Соответственно, 2016-2017 год. Это чрезвычайное положение, введенное на все территории Турции. И, вообще-то говоря, туристам не очень рекомендуется туда ездить. Сейчас мы имеем с 2019 года, или уже не помню, 20-й год, коронавирусная инфекция. Два года. Тоже туристический сектор мало обрадовался турецкий. Сейчас имеем вот эту войну. То есть, на сегодняшний день, вообще-то говоря, по текущей ситуации, турецкий туризм должен быть в этом году просто похоронен, закопан и установлен на днем надгробие. Но, не знаю, опять же, сегодняшние заявления, может, они пытаются успеть к майским праздникам. Если, опять же, соглашение, мирно, опять же, странно, почему мирное соглашение, мы с ними не воевали вроде как. Но, тем не менее, назовем их это в тех терминах, которыми они их обозначают, наши переговорщики. Что, если подписано мирное соглашение между Россией и Украиной, может быть, они начнут отмечать снова 9 мая как День Победы. Может быть, проведут, так сказать, парад Победы в Киеве снова, парад Победы в Москве. И все дружно выйдут на майские праздники в Турцию. Вот такая вот идиллия может получиться. Охренительная идиллия. Я представил себе, чем это чревато действительно для турецких ательеров. Я думаю, что вряд ли им этот парад Победы покажется за счастье. И неважно, с российской стороны, с украинской или с западной коллективной. Потому что, ну вот уж теперь у нас же могут быть мордобои с кем угодно, включая японцев. Причем, вполне себе тяжелые. Хорошо. Значит ли это, с учетом перекрытия кислорода для российского бизнеса на Западе и наоборот, что Турция пойдет в российскую экономику замещать все те дыры, которые случаются из-за санкций и ответных санкций? То есть нас ждут, ну вот, некоторые вторые девяностые годы, когда там турецкие предприниматели, строители, торговые сети появились едва ли не первыми, а может, кстати, и первыми. Вы абсолютно правильно использовали термин «вторые девяностые». Именно так... Да это вы его использовали в наших обсуждениях. Я просто украл у вас идею. Тем не менее, именно такими словами называют турки то, что сейчас похоже происходит в России. Происходит массовое опустение полых магазинов и образование рыночных ниш. Ну, у вас его как раз нет, просто какие-то рыночные запасы западных брендов, которые уходят с рынка на несколько месяцев хватит, а дальше их или будут замещать свои, или будут замещать чужие. И вот в качестве чужих здесь как раз Турция может оказаться интересным игроком. В Турции до сих пор легенды ходят о 90-х годах, когда не очень богатые предприниматели средней руки приезжали во вновь образовавшуюся на осколках Советского Союза Российскую Федерацию, делали там состояние. Вспоминают такие имена, как Шарик Тараблийский друг Лужкова, это глава компании «Энко», который отстроил пол Москвы. И прочие, и прочие, и же с ними, которые, будучи не особо продвинутыми в Турции, сделали себе неплохие, даже очень большие состояния в России.